так народ всем привет это видео будет разговорным в принципе постараюсь поговорить о вещах которые указаны название плюс еще от себя некоторые вещи добавить вкратце расскажу предысторию смотрите я в данный момент коплю себя на монитор соответственно просматриваю разные варианты смотрю разные компании там и так далее и вот наткнулся где-то месяц назад чуть больше на банки на их сайт меня очень сильно привлекло то что монитор ну то есть банки не уходили с русского рынка то что банки достаточно ну скажем так нет не то чтобы авторитетная фирма но по крайней мере покачнее чем некоторые другие однако на их продукцию если посмотреть на мониторы мы это детально все разберем достаточно завышенные цены и причем я тут накидаю несколько вариантов тех митару которым будем смотреть сравнение с ценами конкурентов и расскажу некоторые еще подробности и покажу проплаченные фейковые обзоры где сразу видно что это ну накрученные просмотры там и так далее связаны с банки а банки сотрудничать с данным блоге также расскажу про не совсем корректную консультацию вот есть такая кнопочка консультант здесь разные люди пишите в чат вам отвечают чат через битрикс идет про это тоже расскажу давайте по пунктам я хотел приобрести одну из моделей это 2710 r либо 2710 q еще и думал между флажди и вариантом 2510 с но суть то в чем в середине февраля данный монитор стоил 38 тысяч 490 рублей сейчас он стоит 42 490 и цена постоянно меняется данная модель стоила тоже где-то на пару тысяч дешевле кто-то скажет но типа цены скачет они говорят что это все зависит от доллара короче не знаю очень странно но ладно пример в пятницу данный монитор вот буквально меньше чем неделю назад 20 среда следующей недели меньше недели назад она монитор стоил 23 490 сейчас он стоит 25 690 при этом цена то есть если все зависит от курса то все модели должны стать дороже правильно и есть вот цена например 25 с как при этом в пятницу 2710 r стоил около 43 сейчас чуть дешевле там ну к примеру а а при этом смотрите вот есть 25 10 с 24 5 размер и тот же самый монитор но 27 10 с и стоит он 27 990 если он 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 столько же он стоил в пятницу прошу заметить то есть если все цены зависит на каждый ценник монитора зависит от долларов как указывает консультантом так далее то но вообще на самом деле посмотрел сколько данный монитор стоит на иностранных сайтах с учетом ндс это не c ценное которое мы видим рублях даже с учетом ндс который уже включен стоимость у нас включен стоимость а про странах не включен посмотрите в чем прикол если раньше стоила модель 24 5 23 тысячи 490 и поэтому как то еще можно было объяснить там доплату в 34 тысячи на том что типы диагональ крана чуть больше то теперь вопрос зачем за 25 690 брать 24 с половиной если за 27 990 то бишь всего лишь меньше чем сколько получается не 2000 ну около 1700 рублей доплатить все эти 1700 рублей и будет 27 монитор зачем так делать непонятно вообще на самом деле мы пройдемся детально и по самим некоторым моделям потому что характеристики у них ну очень скажем так не соответствует цене по именно если бы быть яркость экрана это вот прям проблема у всех моделей банки тут доходит до смешного но сначала мы поговорим о сотрудничество с банки я хотел заказать один из мониторов я предлагал им что я сделаю обзор на продукцию при этом вы сделаете скидку со скидкой мне отказали сказали что типа у них нет такой это вопрос не в их компетенции я подумал что наверное они просто ни с кем не сотрудничать не сами посудите живой обзор монитора они рекламные проплачены он всегда будет иметь большую важность даже если у него будет там несколько раз меньше просмотров объясняю будут заходить живые люди писать живые комментарии и есть шанс что кто-то из-за этого обзора перейдет по ссылочке и приобретет данную технику я понимал что так как у меня немало но немного точнее подписчиков да и просмотров будет не очень много но при этом они все живые будут без готов без накруток что просить за бесплатно мониторы конечно слишком но я просто указал типа скидку указал условия что будет просто указание ссылки это будет не рекламный обзор это будет монитор которыми я покажу все плюсы и минусы но с добавлением ссылочки на магаз и теперь смотрите есть вот такой блогер я случайно него наткнулся обзор мы его смотреть не будем идет он 7 минут 3 секунды всего на один из мониторов а именно на модель 240 н это одна из дешевых моделей этого матрица 23 8 экран стоит 19000 165 герц как вот тоже вот практически у всех мониторов mobius банки почему-то 165 вот но окей и цены вот настолько неадекватные посмотрите 27 дюймов тнк 75 герц один мс будет стоить дороже вот этого вашника 23 8 при том что здесь 165 герц и это более новый вариант это mobius или например а песни который стоит чуть дешевле чуть дешевле при этом здесь тоже 165 герц если взять x240 это очень забавно но окей обзор абсолютно ну как бы не имеющий смысла он абсолютно рекламный соответственно здесь мы видим 58 тысяч просмотров внимание 2300 лайков но вы сейчас скажете ok соотношение нормально вот здесь указаны характеристики ознакомительный характер там показать вам продукт устройства да 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 в обзоре не показаны важные вещи касается на данного монитора ну то есть за 7 минут делать обзор на монитор это это реально прикол то есть но там абсолютно ничего не показано чтобы вам могло помочь там именно при выборе или покупке монитора и вот по этой ссылочке которая у него прописано вот так вот мы переходим на сайт банки и на банки шел то есть это реферальная ссылка это я думаю так всем понятно то есть обзор проплаченный и понятно что ну скорее всего он не пропускай все не проплачено я просто как бы высланный монитор за за бесплатно 12 декабря до 100 года то есть я вот с банки связывался где-то месяц назад то есть феврале 23 то есть буквально пару месяцев разницы теперь внимание 58 тысяч просмотров 2300 лайков и 19 комментариев а это невероятно смешно просто то есть вот ну я даже не знаю вот при том что один из комментариев закрепленный где ссылочка якобы в кавычках на актуальную цену это просто ссылка на покупку через его рефералку и еще один ответ то есть это уже 17 комментариев написали пользователи и смотрите при 58 тысячах просмотров в комментариях кто-то скажет может он комменты открыл там типа вот там спустя какое-то время нет смотрите комментарии давностью до 3 месяца 3 месяца 3 месяца то есть также как и был сделан обзор то бишь три месяца назад если в поиске вести там будет написано что якобы видео было выпущено три месяца назад и смотрите 2 лайка на комментариях на его закрепленном 4 лайка 1 лайк 0 лайков 0 лайков 0 лайков там вот один ответ который он предоставил давайте пройдемся по этим комментариям потому что у меня есть некоторый опыт с некоторыми товарищами которые занимаются накруткой и определить фейковали комментарии или нет достаточно легко смотрите по сути уникален с такими характеристиками очень уникален то есть но это я давайте просто озвучу свое субъективное мнение это фейковый комментарий жаль не меняет положение по высоте на работе регулируется это очень удобно лариса петрова 50 на 50 тоже фейковые комментарии сделай приз обзор на новые проекторы бенкио не фейковый коммент для плойки норм вариант будет для какой для новой нет это фейковый коммент сделай подборку монитора приз полу фейковыми надо подумать о таком сто процентов фейковый комментарий искал недавно игровой недорогой на эту модель не попал фейковый комментарий нормальный или не очень монитор блять вот извиняюсь за мат но это реально смешно то есть обзор 7 минут и тут человек пишет нормальный или не очень монитор то есть как бы видимо по обзору непонятно на фейковые комментарии прикольный и доступный прям если вы сомневаетесь моем оценочном суждении по поводу фейковые комментарии дальше будет комментарии просто на уровне прикольный и доступный прямыми фейковые комментарии ну то есть это на накрутка коммент просто идет минимально я не знаю зачем делать такую накрутку потому что у тебя накрученные просмотрены крученные соотношения лайков дизлайков окей следующий коммент я тут выпал у меня телевизор такого же размера размер данного монитора это 23 дюйма но 20 сколько там 23 8 там по моему 23 8 где яночка вот 23 8 то бишь что какой телевизор 23 8 дюйма 15-летней давности я не знаю там не но есть телевизор маленькие да действительно маленькие но тут же имеется ввиду что типа якобы монитор большой и у меня телевизор такого же размера с каким-то малет монитора еще что-то в этом роде но вы поняли как с углами обзора опять заказной камин на телек чуть похож еще один комментарий по телевизор как монитор 23 8 дюйма может быть похож на современный широкоформатный телевизор вот так будут как это вообще возможно нет rgb подсветки которая прибавляет fps все не берем единственный ответ на комментарий вот то есть ну как бы видимо это написал не бот вот сейчас одну секунду дальше топ английский комментарий дальше review totally about nothing ревью написан неправильно вот этот томас написал неправильно но даже иностранный человек понимаешь что это ревью ни о чем то есть что этот обзор он никакой важной информации себе не несет дальше человек пишет англоговорящий фэйк view неправильно написано не view а ревью он не дописал вот но несколько иностранцев понимает что это фейковый обзор абсолютно вот и вот банки с такими людьми как бы сотрудничают у которого 58 тысяч просмотров и 17 комментариев то есть как бы и реферал реферал очная ссылочка красивенькая у него есть еще несколько обзоров на банки за прошедшие годы но я выбрал именно это так как он самый свежий вот и тут наглядно показано что идет несоответствие комментов и просмотров и то есть когда я предлагал банки сотрудничество мне якобы вот отказали я предложил всего лишь скидку где и у меня были бы ну больше комментариев потому что у меня маленький канал у меня было бы больше комментариев у меня было бы больше живых просмотров и не было вот такой накрутки то есть я думаю с этим разобрались это понятно давайте посмотрим на теперь самое интересное то есть сами мониторы открываем несколько моделей r q вот это вот напоследок и самый дорогой мониторик давайте начнем с 2710 r 27 дюймов в матрице лет подсветкой яркость всего лишь 300 нит напоминаю монитор стоит 42 тысячи с половиной у монитора очень хороший дизайн у него и стройные спикеры и небольшая подсветочка вот этот спикер он находится в руку то есть это грубо говоря это динамик с качественным звуком но понимаете за такую стоимость да я выберу но я как пользователь выбираю себе монитор они динамик в мониторе это можно записывать как в отдельную какую-то фишку но не накручивать цену чуть ли не там 8-10 тысяч ради вот этого давайте посмотрим 400 нет пиковая яркость в hdr то есть проходит он сертификат веса на 400 нет показано g2g 1ms хотя это мптр и 1ms мпрт точнее но при этом у них ошибка допущена здесь написано но вы видите короче ладно я даже комментировать не буду g2g отклик указан со второй строчки то есть он неверный на самом деле он будет 1ms этого матрица 8 бит здесь даже не 8 плюсов рси это просто 8 бит а теперь давайте посмотрим на аналоги на яндексе так это у нас и ps ps вот например ваш очка 350 кандел яркость гигабайта 32 дюйма вам просто покажу чтобы вы понимали 32 дюйма у банки с теми же самым хористическим только здесь контрастность будет не три тысячи две с половиной тысячи та же самая яркость триста пятьдесят три тысячи стоит 32 дюйма монитора то бишь гигабайт стоит на 20 тысяч дешевле практически 32 дюйма при этом здесь 350 кандел яркость и контрастность три косаря понимаете это как бы ну это как бы да то есть я я даже ничего здесь не могу сказать и у всех мониторов банки на самом деле очень сильно заниженная яркость базовая яркость именно не в hdr и там доходит до абсурдного но давайте теперь мы посмотрим айпиес и пройдемся по и песнякам которые есть на маркете и на других платформах я просто не хочу ничего рекламировать яндекс маркета много продавцов я не хочу конкретно какую-то компанию рекламировать поэтому просто marketplace которым как бы много продавцов каждый может себе что-то выбрать поэтому смотрим во первых здесь 10 бит указано это вранье это 8 плюс и ферси то есть это неверная информация далее смотрите указано 250 нит яркости можете себе представить вот у меня сейчас старая тн к 75 герц которая имеет 6 плюс ферси у нее тоже яркость 250 кандел это этому монитору 10 лет просто понимаете как бы кто-то скажет но типа монитору имеет разная яркость там и все такое стоит данный монитор 43 790 рублей да кстати вот у монитора версия но 2710 у него есть еще пульт управления в комплекте чего нету у более так сказать дорогой модели 2710 q айпиес варианта у него нету возможность управления пультом то есть будто просто в комплекте нет а давайте теперь посмотрим на разные бюджетные ps и не только вот пожалуйста достаточно старенький вариант эйсер нитро я не буду говорить за качество сборки самого монитора просто как бы прям эти 170 герц 1 мс 400 кандел у а песника и это в sdr режиме будет 400 кандел но там проблемы со сборкой так далее но него и цена соответствующая то есть он дешевле 1000 ну сколько на 15 получается на 16000 где-то дешевле давайте посмотрим что-то более дорогое вот уже приближенная к стоимости замечательного 2710 q смотрим айпиес philips 350 кандел минимально а там 250 можете себе представить 35 тысяч на скидке так он стоит 37 но он все равно стоит на даже если без скидки он стоит на 6000 дешевле чем тот вариант при этом у него больше яркость везде режиме 27 дюймов также 5 170 герц я думаю понятна речь давайте теперь посмотрим на еще что-то более дорогое это гигабайт м27 q еще более качественной матрицы тот же ps 2k разрешения 350 кандел яркость я также хочу сказать что все эти мониторы что philips что гигабайт хоть и имеет яркость 350 в sdr в hdr это будет 400 плюс около может быть 420 450 и так далее то есть в принципе такой же яркость будет выдавать банки именно вождя режиме есть еще эмуляция hdr режима через hdr и технологии но там непонятно в какой яркости будет работать митой здесь более качественная матрица стоит на 4000 дешевле то есть по характеристикам данный монитор лучше по яркости на 5 герцов у него выше частота обновления подсветка без мерцаний flicker free все солидный монитор короче и стоит все равно дешевле да у него нету встроенного спикера но динамика вот и но мы смотрим на качество самой матрицы а теперь мы посмотрим на еще более дорогую модель которая впритык у одного из продавцов в одном стоит дороже другого дешевле но это впритык по стоимости как 27 10 q смотрим кто-то скажет вот здесь уже 300 кандел все дела то есть не такой уж и на крутой во первых это рэпит айпи с здесь не совсем понятно что это конкретно скорее всего рэпит айпи с здесь будет в модели 20 x 27 10 кем и 27 200 270 м вот там скорее все будет рэпит айпи с но он и будет стоить еще гораздо дороже кто не понял почему этот монитор вообще здесь и почему что в нем такого кто-то задумывается а вот есть такие две буковки которые называются кьюди которая расшифровывается как quantum год несмотря на то что этого яркость всего 300 это монитор с квантовыми точками понимаете это уже совершенно другой уровень картинки то есть вот в любом мониторе в котором будет кьюди с квантовыми точками это будет уже совершенно другой уровень графики это уже монитор полу премиум сегмент можно даже так его назвать но надо посмотреть на качество сборки и так далее мы смотрим чисто вот черным по белому написано характеристики мы смотрим чисто характеристики они качество сборки там на какие-то дефекты еще что то вот такие дела то есть и тут я пытался вчера пообщаться с консультантом задать некоторые вопросы как бы а почему вообще not яркость вот такая вот низкая то есть типа за за что идет переплата непонятно но возможно мониторы benq действительно очень качественные в сборке однако это все равно второй класс мониторов это 5 битых пикселей могут быть минимум на экране по остальным дефектам меня не проконсультировали вообще потому что не просто нет такой декларации них нет ни документов ничего нету и сказали обращаться в сервисный центр ребят давайте теперь главный прикол готовьтесь значит а ну да сейчас мы перейдем главный прикол вот смотрите это топовый вариант который есть у бэнки этой ps матрица о очень быстрое это g2g 1ms даже здесь это указано это 4к есть еще вариант 32 дюйма сейчас на сайте нет нет есть вот он стоит еще дороже то есть сами видите стоимость 107 тысяч понимаете за 107 нет ладно не понимаете сначала не понимаете в чем прикол данного монетра смотрите на яркость 300 мать его нет в sdr каким образом в sdr там 600 как вообще веса сертификация на что дал одному разработчику только данного монитора известно но окей почему у монитора со 100 вы понимаете что у монитора за 108 тысяч эйсер филлипса до бренда даже там тысяч до 80 до 70 уже будет монитор 4к у которого будет 400 кандел минимум в sdr здесь есть технология local dimming которая на мониторах которые стоят от 70 80 тысяч на данный момент она тоже там есть local dimming она позволяет подсветку скажем так вот допустим представьте вы играете в игру в центре у вас много цветов ярких а по бокам например там какие-то кусты еще там что-то и и темные оттенки так вот чтобы не было засветов и точнее чтобы убрать да вот 10 недостатки матрицы local dimming он будет затемнять некоторые зоны подсветки чтобы у вас яркость экрана была направлена только те детали в которые нужно максимально выделить чтобы черный цвет был максимально черным то есть понимаете как на бюджетных мониторах вы ставите с обычный вылет подсветкой вы просто занижайте яркость это у вас темные ставите слишком высоко у вас все супер ярко и сочным при этом дикие засветы потому что ужасный матрица но если братья песна с локал dimmingом должно быть именно так что он сам за све как бы у вас с хорошей яркостью с максимальный там комфортный вам до высокой яркостью у вас будут все зоны выражены конкретно красиво и сочно но при этом темные оттенки и черные цвета на они будут затемнятся 600 ярко здесь в но за сто восемь тысяч можно найти монитор у которого будет яркость в sdr режиме 600 и у которого будет hdr тысячи или две тысячи за такую стоимость тоже у samsung ну как бы вот легко просто еще раз говорю легко окей это топовый монитор банки скорее всего 10 бит здесь настоящие они 8 плюс frc но нет я это проверял здесь тоже 8 плюс frc можете себе представить монитор стоит сто семь тысяч и у него 8 плюс фрси в 4к разрешение это это реально это ну это прикол одну секунду сейчас кстати забыл как затухание сцены сделать сейчас вот смотрите display specifications вот та же самая модель и джилет локал димминг 300 кандел 8 плюс фрси в мониторе за 108 тысяч 4 камни вы понимаете что в 4к монитора которых даже нет локал димминга есть монитор который стоит по 50 по 60 тысяч они 4к у них уже будет 10 бит если это ps матрица теперь дальше 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 самый главный прикол смотрите монитор 3415 р кривизна 1900 р то есть он чуть-чуть кривой восемьдесят одна тысяча посмотрите на это восемьдесят одна тысяча что мы за это пожалуйста приготовьтесь к параметру яркости вы сейчас будете вы сейчас будете падать пожалуйста вот все что увидели до этого когда там 250 это пес матрица то есть который это самая яркая матрица из всех трех потому что я песняка всегда по соотношению цены качества выше битность цвета чаще всего если сравнить с вас той же и она поярче вы готовы 80 тысяч монитора стоит внимание 34 дюйма я за эту стоимость могу себе ну короче вы поняли тот же гиганоза можно за 80000 2 по 31 5 купить нормальных ну ладно мог короче вот я уже это засветил 200 кандел 200 сука нит яркости за 80 тысяч и это обычная лет подсветка это 34 дюйма да там есть пульт управления все дела смотрите я могу еще понять если бы если бы например но вот это в этих мониторах если вы 27 10 ки за его стоимость еще был бы пульт управления в разных дизайнах в разных цветах она типа за премиум ты что-то платишь но в 81 тысяча 200 нит яркости а теперь внимание на экран сейчас будет жестко просто вот мы сто восемь тысяч прошли да а вот теперь будет жестко реально сейчас сейчас плохо будет вам аккуратно ну ребят я прошу прощения 82 к гигабайта ауруса можно сука взять олед игровой монитор телевизор у которого будет 120 герц 900 кандел яркости контрастность ну я даже мне даже страшно говорить цифру контрастности 4k и это олед а не обоссанный а пьес ну то есть понимаете да как бы вот наслаивает вопрос я я даже не говорю про мониторы 34 дюйма которые да вот ну допустим вам конкретно нужно 34 дюйма просто я вот то есть вот тот же самый например mobius x27 10 u за сто семь тысяч я могу сэкономить двадцать семь практически но больше двадцати пяти тысяч взять себе а лет гигабайт к примеру это но это просто пиздец тут особо ничего не сказать еще у них скоро продажи будет а лет это новая лет с откликом очень хорошим 120 герц яркость как обычного бэнки суперская но вы поняли 450 нит на самом деле вот здесь тоже неправильно указано здесь не 900 а здесь тоже по моему 450 и 900 этот в ждиаре по моему но суть то в том то что вы за такие деньги можете себе взять вот это вот ну или вот по тем мониторам которые мы прошлись как бы ну я хочу сделать еще заключение я писал вам вчера по поводу того что типа вот какие дефекты там есть как вы с ними работаете и так далее то есть мне ничего не ответили просто отправили в сервисный центр то есть они ничего не знают они никакой информации не имеют мы просто магазин отстаньте от нас ну в стиле в этом то есть так мне написали консультант был вежливым все дела но каков итог я могу понять если бы вот я отказался покупать вот эту модель изогнутую новая матрица за 38 тысяч 390 рублей сейчас она стоит на 4 тысячи дороже естественно за такие деньги я это брать не буду тогда я такой думал что типа ну если сделают скидочку хотя бы там небольшую там процентов 10 за 35 за 34 я бы его точно взял бы и с удовольствием как бы ну понятное дело получал удовольствие да если монитор бы вышел хорошим мы еще не знаем за качество мы не знаем ну на самом деле процент брака не такой большой как у других компаний возможно мы действительно здесь платим за настоящее качество но как по мне все равно извините меня если в бюджетном сегменте в кавычках бюджетном 2710 модели просто мы платим за качество то извините ебать за 107 тысяч 4к экран или за 80 тысяч 34 дюйма IPS за 80 тысяч 200 кандел яркости еще ребят вы ее уебались просто или еще нет это очень дорого я говорю вот бюджетные вот эти две модели 2710Q и 2710R еще можно понять если в этих моделях эмуляция HDR через HDR тоже 400 нит может выдавать он реально очень яркий будет об обычных HDR режимах 250 вопросов нет готов заплатить за пульт готов заплатить за динамик который внутри монитора цена тогда логично если 250 нит в без матрицы во всех режимах даже в эмуляции HDR и 400 кандел плюс у вас будет только в HDR но этот монитор не стоит своих денег но в целом я хочу подвести итог такая серая контора получается серая как цвет монитора по поводу подписчиков ВК у них в группе 300 человек касательно мониторов Mobius вот все что хочу сказать на этом у меня все делайте выводы сами вот такое видео не знаю познавательное не познавательное сравнил цены предоставил вам на выбор 5 моделей в принципе решайте сами если но я говорю вот вот эти две модели 2710Q и 2710R они в принципе можно оправдать их стоимость в какой-то степени но не такую если бы я говорю вот старую стоимость 381039 у 2710Q можно оправдать спокойно но не тогда когда можно взять монитор с квантомными точками которые будут стоить столько же как обычный IPS дешевый серьезно неизвестно какое там качество картинки и так далее ну как бы и пока там по тем же дефектам битых пикселей остаточного изображения эффект грязного экрана блики там гоустинг новая матрицах и тому подобное то есть как к этому относится компания если она не может предоставить никакой информации тоже вопрос ну и как бы вопрос нахуя мне покупать 3-4 дюйма IPS с 200 кандел когда если я могу за эти деньги взять 48 дюймов OLED скажет там не подойдет размер еще что-то я вам просто привел это как ультиматум того что если вы хотите потратить огромные деньги получить охранную картинку OLED можно уже взять за такую сумму но опять же если мне скажут вот 110 тысяч ну вот возможно я бы взял бы из-за local dimming и из-за того что здесь хотя бы HDR 600 есть но опять же это 8 плюс FRC на мониторе за 108 тысяч это очень все спорно решать вам в принципе все рассказал как есть всем спасибо за просмотр у меня на этом все никакого негатива к банки нету этот ролик просто является информационным абсолютно здесь никаких претензий у меня к данной компании нету я просто пытался понять ценообразование я говорю просмотрев сегодня модели я могу понять на 2710R на 2710Q и старую цену на 2710 на 2510S которая была за 23490 но я никак не могу понять стоимость ну даже вот 2710U когда там например реально за 108 тысяч уже можно себе взять тот же IPS 4К который будет с гораздо лучшими характеристиками качество производства там не отстает от банки я более чем уверен и вот больше всего я не могу понять модель X3415R то есть ну 200 нит яркости это это просто смешно серьезно это очень смешно за такую стоимость здесь должен быть минимум либо монитор с квантовыми точками либо здесь должен быть local dimming так же как 2710U и HDR600 за такую стоимость тогда это оправдано за 34 дюйма но как бы и учитывая что это все равно это 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 не то разрешение это все равно 1440p поэтому народ решайте сами ну типа блин такое говорю информационное видео вот на этом у меня все всем спасибо за просмотр всем пока всем пока чтобы было я